Микс Ньюз Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме и мы вот так от Венского Бала перейдем неожиданно, может быть, к духовным практикам. Ну, почему? Это тоже связанные вещи в каком-то смысле. И сегодня в нашей студии учитель гималайской йоги Сати Мата Джез Здравствуйте, добрый. Телефоны прямого эфира 672-12-93-9 672-13-93-9 и не забывайте писать нам на WhatsApp 2300-6191, если вас заинтересуют даже гости и тем, о которых мы будем говорить. Ну, и я знаю, что прошел буквально недавно семинар, который касался взаимосвязи духовного и материального. Наверняка ведь у многих возникает вопрос, действительно, как сочетать. То есть, с одной стороны, мы живем в таком материальном мире и насколько человек современный может посвятить, уделить какое-то время в этом бешеном ритме хотя бы просто занятием, медитацией. Насколько совмещается? Одно дело, мы прекрасно понимаем, что есть страны, если в Индии, где можно совершенно спокойно жить в этом ритме, насколько эти духовные практики они применимы вот в городских джунглях? Ну, давайте начнем с того, что у нас у всех есть определенные биоритмы, и мы зависим от сна. И вот наш семинар как раз начинался с того, что мы учились осознавать и осознавали, что же такое правильно ложиться, что такое вообще дисциплина. Потому что, если мы правильно ложимся, мы правильно встаем. то, как мы заканчиваем наш день, помогает нам правильно его начать. Я думаю, что вы знаете, что регенерация клеток, а также восстановление ума, разума происходит где-то между 20 и 23 00. И поэтому рекомендуется ложиться спать приблизительно в это время. То есть ученые установили, что сон, например, с 7 до 8 часов вечера приравнивается к 7 часам сна. С 8 до 9 часов вечера приравнивается к 6 часам. С 9 до 10 к 5, с 10 до 11 к 4, с 11 до 12 к 3 часам. И дальше спускается, спускается, и в конце концов после часа это уже считанные минуты. Когда человек ложится спать после 3 часов ночи и, например, спит до 12, в общей сложности он спит около часа. Соответственно, никакая регенерация не происходит, никакое восстановление не происходит и никакой полноценной энергетики и энергии тела, ума, сознания не может быть речи. И поэтому очень важно, чтобы человек научился вовремя ложиться спать, потому что это связано уже с физическими состояниями, с физическим состоянием. эндокринная система, иммунная система, метаболизм и так далее страдают только от того, что человек неправильно ложится и не вовремя встает. Вставать человек должен на рассвете. Помните, японцев называют страна восходящего солнца. Рабочий день в Японии начинается с 5 утра. И это совершенно другая нация. Это нация более здоровая, чем все остальные. Я знакома близко с японцами и я вижу в 75-80 лет японцам у них даже морщин нет. Чем раньше мы встаем? Ну, у нас ведь очень, например, если вы говорите, что нужно вставать с рассветом, зимой у нас вообще начинает светать в 10 утра. Зимой немножечко это все переносится. Вы можете зимой позже встать, но лечь вы должны все равно вовремя. А как же насчет людей так называемых совок, которым... Да, вот это жабра, наксава вот это деление. Или этого тоже не так. Опять же, это разделили уже люди. Изначально вся йога настроилась именно на ритмах Вселенной. Потому что считается, что когда мы с вами встаем, есть на санскрите такое выражение, как Брахма Мухурта. Это час Бога, когда человек может погрузиться внутрь и услышать то, что происходит внутри него. но самое интересное соединиться со Вселенной. Ритм Земли он встает вместе даже до того момента, как просыпается Земля. Если человек просыпается до пробуждения Земли, до того момента, как первая птица запоет, он начинает обладать очень тончайшим видением и даже где-то сверхспособностями. у такого человека никогда не будет депрессии. А что такое депрессия? Это фрустрация, это недостаточность энергии. Недостаток энергии во время депрессии начинают страдать абсолютно все внутренние органы. То есть ни один внутренний орган человека, ни одна эндокринная железа во время депрессии не функционирует на 100%. 20-30% жизненной энергии получает наш организм. депрессия это неправильный ритм жизни. Это неправильная дисциплина. Дисциплина это успех всего, но мы здесь говорим не о дисциплине насильственной. Потому что вспомните в школе у нас была дисциплина, но она причиняла нам больше вреда. Если дисциплина насильственная, если дисциплина навязчивая, человек не может учиться. Дисциплина переводится как способность обучаться. Способность обучаться есть только тогда, когда это приходит не извне, а изнутри. И когда ты понимаешь свой ритм, внутренний ритм, а внутренний ритм, он всегда имеет такое тонкое взаимодействие с ритмом земли, с ритмами воды, огня, ветра, эфира, потому что внутри нас есть пять первоэлементов. И когда мы сонастраиваемся с ритмами вселенной, мы постепенно начинаем исцеляться. Совы придумали сами люди, потому что было так удобно. Но на самом деле это нужно менять, потому что это в первую очередь здоровье тех же самых сов. у меня вопрос с переводом скоро мы будем переводить часы. И меняется ли тогда? Получается, вы говорите, что нужно с 7 до 8 сон равняется 8 часам сна, но тогда ведь сдвигается или в одну или в другую сторону время. Насколько этот сбой ритма влияет на человека? Час не влияет. Один час, а вот 9 часов, если вы прилетаете, например, в Америку, будет влиять. Необходимо тоже уметь приспосабливаться, потому что там весь ваш организм, в принципе, идеально, конечно, вы знаете, что в течение 21 дня происходит полная регенерация, то есть на одном месте, например, если вы прилетели в Америку, ваш организм сонастраивается с временным поясом этой страны полноценно через 21 день. И вот когда вы там живете, тогда да, а если люди летают туда и обратно, лимфатическая система начинает очень сильно страдать. А перевод часов, насколько он влияет все-таки на организм? Или, в принципе, это не страшно? Не сильно. Один час не так травматично. Вот вы сами упомянули школу, как раз хотел спросить, потому что известно, что подросткам и детям нужно спать больше, чем взрослым, потому что растущий организм требует больше и так далее, и так далее. Известно, например, что очень многие ученые советуют начинать школу позже, потому что ребенок, который не выспался полностью, он с утра не работает, поэтому там на первых уроках это не очень эффективно, по крайней мере, так считается. Значит ли это, если вы говорите, что у нас вставать на рассвете, что дети должны ложиться еще раньше, то есть там в 20 часов вечера, в 21, или с детьми это вообще по-другому, это не относится к... Дело в том, что с детства начинается дисциплина, то есть ребенка тоже нужно приучать ложиться спать вовремя. Помните вот этот подростковый период 16, 17, 18, дискотеки, мы же все это проходили, и вспомните свое состояние, то есть после дискотеки, после ночного бдения нужно было восстанавливаться еще несколько дней, то есть вы чувствовали потерю энергии, но вы не осознавали, насколько это действительно травматично для вашего здоровья в целом. Соответственно, дети должны приучаться ложиться не позже 9 часов. Но есть же маленький нюанс, если родители ложатся поздно, дети вместе с ними гуляют допоздна, и поэтому дисциплина родителей прямо пропорционально, вернее, дисциплина детей зависит прямо прямо пропорциональная дисциплина родителей. Ночная работа вот у многих ведь людей, она связана с дежурными врачами, пожарными, ну, те, кто находится на дежурстве, таксисты, то есть вот насколько для них ночная работа опасна, ну, вредна для здоровья. Знаете, мы вчера тоже на семинаре разбирали три такие составляющие. Личность, это таксист, врач, мама, хороший, плохой, индивидуальность, это наша индивидуальная природа, это наша связь как раз с теми первоэлементами землей, водой, огнем, ветром, эфиром, ну, и самость, высшее я. Так вот, личность, навязанная нам социальными рамками, да, я юрист, я журналист, я там мастер гималайской йоги или еще что-то, она подвержена социальному давлению, но от этого же не меняется индивидуальная природа, индивидуальная природа точно так же страдает одинаково как у врача, так и у таксиста, правда? Соответственно, это человек, который неправильно использует время, дневное время. Это нехорошо, но я могу сказать здесь, знаете, такое отвлечение, есть определенная карма, это нам кажется, что мы выбираем свою профессию, свою в этой жизни, да, свою профессию мы выбрали в прошлой жизни, и мы сидим здесь на том месте, которое мы когда-то уже заняли в прошлом воплощении. Ну, я бы разобрался, чисто с практической точки зрения, если я работаю ночью или поздно вечером, скажем там, учителя готовят уроки, зачастую поздно вечером, врачи, которые можно работать по ночам, врач не может не работать ночью, там, скорой помощи, ну и так далее. Множество профессий полицейские, спасатели, те же самые таксисты, водители, автобусы, трамваи, в которых нужно работать или очень рано с утра или поздно вечером. Есть ли у них возможность как-то перенастроить этот цикл сна или уже придется менять профессию, если вы хотите личного какого-то комфорта? Внутренние изменения начинаются с изменений внешних. То есть если человек начинает очень глубоко осознавать, что он страдает из-за своей профессии, в любой момент он может ее изменить. Только человек, опять же, вот эту личность держит всегда страх потерять то, что он имеет. Когда мы начинаем практиковать, когда мы начинаем самоисследование, иногда, даже не иногда, очень часто люди действительно меняют свою профессию и вместе с этой профессией они меняют свою жизнь и свое внутреннее состояние, они становятся наиболее счастливыми. Но, вы знаете, это генетически в человеке вложено, вот если, например, отец был, мы когда-то разговаривали даже с одним мужчиной, ему сейчас 45, он говорит, мой отец был слесарем, его дед был слесарем, и меня готовили быть слесарем. То есть из поколения в поколение они знали, что у него будет хлеб. И человек, обычный человек, как правило, боится потерять этот кусок хлеба, он боится потерять, потому что это для него все. А наше духовное путешествие, наш духовный прорыв, он как раз начинается с того момента, когда вы перестаете бояться, когда вы идете против где-то течения. Сначала вы начинаете подстраивать под себя пространство. Кто-то, кто начинает практиковать, меняет смену, начинает больше работать днем, больше осознавать. Поверьте, как только у вас есть намерение изменить себя, изменить пространство, в котором же вы живете, изменить ту ситуацию, в которой вы находитесь, сама Вселенная вам начинает помогать. Ваше намерение, оно настолько сильное, что вам помогают абсолютно все силы природы. Вас начинают поддерживать, потому что вы изъявили желание быть ближе к природе, ближе к Вселенной, ну и ближе к действительно высшим силам. То есть, надо выбирать все-таки, ну вот я просто поставлю себя на место, скажем, вот если бы я работал врачом, вот меня этот вопрос очень волнует, просто если бы я работаю врачом, который врач скорой помощи, в любой момент меня могут вызвать на срочную операцию, скажем, и мне тогда придется выбирать, либо я хочу вот личного духовного развития, какого-то счастья, такого спокойствия и так далее, и в таком случае я стараюсь всеми силами, либо меняю профессию, либо отказываюсь от всех ночных смен, если это возможно, конечно, и так далее, но я при этом понимаю, что следствие моего выбора станет более несчастье других людей, пациентов, больных и так далее, или это я слишком драматизирую и можно найти какой-то баланс между этими? Слишком драматизируете. Еще раз повторю, как только вы меняете свое направление внутри себя, как только вы выстраиваете и вы понимаете, что вам действительно необходимо, у вас появляются все возможности для того, чтобы вы как можно больше времени проводили в здоровой атмосфере. Более того, чем более здоровыми вы будете, тем более здоровыми будут ваши пациенты. Потому что, смотрите, большинство людей живут в стрессе, и они даже не замечают этого. То есть стресс это естественно для 99% людей. Но врач в стрессе приходит к пациенту в стрессе, он же делает механически свою работу. А если врач меняет сознание, если врач находит хотя бы полчаса в день, я не говорю 2-3 часа, 10 часов медитировать, полчаса в день для определенной практики, просто сделать так, чтобы ум отключился от этого мира, он к пациентам начнет относиться совсем по-другому. И я могу сказать из своего опыта, если врач практикующий, он своим полем начинает исцелять людей, потому что он приносит вместе с собой некое поле любви, некое пространство любви, а не просто механическую работу и так далее. Я знаю просто, как работают врачи в Украине, да, то есть на той же скорой. Иногда это жестоко. Я, когда смотрю старые фильмы, я обращаю внимание, насколько люди, ну вот по нашему понятию, аскетично живут. То есть у них, ну, когда смотришь старое кино, видно, что там, не знаю, у человека просто лежит на стуле его одежда, маленький шкаф. Сейчас вот очень сложно представить, у нас огромное количество вещей, которые нас окружают. Вот насколько эти вещи являются ли они, может быть, не знаю, там якорями, которые нас держат. Возможно ли освободиться от этих вещей, но и что это значит для человека? Знаете, очень интересная практика это прийти домой и выбросить 108 вещей. 108? 108, хотя бы. Можно 250. То есть 108 это минимальное? 108 это минимальное. Вы знаете, все, кто это делали, они начинают дышать по-другому, потому что все вещи, начиная от нижнего белья, заканчивая машинами, квартирами, это некая энергия, материальная энергия, но энергия. И вот смотрите, причем даже привязанность к людям это тоже энергия. И все это находится в нашем поле. То есть с одной стороны у нас материальные вещи, с другой стороны у нас личностные привязанности. И для того, чтобы действительно начать чувствовать какую-то высшую энергию и прийти к состоянию покоя, вам нужно быть непривязанным к вот этому всему. Для человека это сложно. По мере практики мы начинаем постепенно постепенно высвобождать свое поле. И вот эта практика выбрать 108 вещей это невероятное высвобождение энергии благодаря вот такой практики. Вы просто знаете, как высвобождаете определенную ячейку на уровне даже своего ума, на уровне своего тонкого поля и туда может войти совершенно другая информация более высокого уровня. То есть люди стараются, вы знаете, как отдал одно платье, подарил одно платье, пять пришло. Здесь нужно уметь не просто контролировать свои желания, а уже изначально не желать. Кстати, мы в практике йоги и стараемся это делать, потому что считается, вот я сейчас скажу такой санскритский термин, есть сушумно, это центральный канал, канал, по которому течет самая большая энергия кундалини. И вот когда у человека открыто сушумно, желания втягиваются в этот канал и сжигаются этим огнем. Это происходит по мере практики. Но пока мы живем в материальном мире, вы должны осознанно очищать все эти полки из своего шкафа. Просто выбрасывать одну вещь за другой. Мы когда начинаем практиковать, у нас есть практика, помимо 108 вещей в доме, вот вы приходите и собираете эти 108 вещей, отдать кому-то свою самую любимую вещь. Попробуйте отказаться от того, к чему вы привязаны больше всего. Но эта привязанность, вы как будто берете эту привязанность из себя и отдаете, вы как будто бы очищаетесь. И поэтому отказ от вещей, действительно, выбросить половину своего шкафа, это просто-напросто почистить свое тонкое поле, почистить свой ум. Это вопрос от слушателя, я задам. Вот я напоминаю, что у нас телефон прямого эфира 672-12-93-9, нет, 672-12-93-9, 672-13-93-9, можете звонить и писать в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Вопрос от слушателя такой, вы говорили, что мы не выбираем работу, потому что все предначертано и определено в прошлой жизни, а сейчас говорите, что мы можем все изменить, и да, мы можем все изменить. Как это сочетается? Да, я поняла. Обычный человек, который не практикует, который живет обычной жизнью, его гороскоп, астрологическая карта, натальная карта, это карта его судьбы, с которой он уже пришел. Если человек от начала до конца не задумывается ни о чем, просто проживает свою жизнь, его профессия предопределена, он всю жизнь может работать, неважно, там, врачом, еще кем-то, он не может менять направление своей жизни, но как только мы задумываемся о том и задаем себе первый раз вопрос, кто я, этого вопроса достаточно для того, чтобы начать идти внутрь, начать самоисследование. Мы начинаем понимать, что ум и тело, да, они взаимосвязаны, но ум может начинать управлять телом, и мы постепенно, постепенно начинаем управлять праной. Прана – это жизненная сила, жизненная энергия. Святые говорят, хочешь изменить свою жизнь, один раз в день осознанно наблюдай за своим дыханием. Просто останови свое дыхание или понаблюдай, как ты дышишь. Вдох на 10-15 секунд, выдох на 30 секунд, выдох всегда длительнее, чем вдох, потому что именно во время выдоха мы получаем расслабление. Как только мы начинаем сознательно относиться к своему дыханию, дыхание связано с жизненной энергией, на санскрите праной, мы начинаем управлять этой жизненной энергией. А соответственно, когда мы управляем своей жизненной энергией, мы начинаем управлять своей жизнью, и мы можем что-то менять. Но еще раз повторю, человек, который не задумывается о том, кто он есть, из чего он состоит, который не занимается самоисследованием, саморазвитием, духовностью, духовной жизни, он не может менять ничего. Но человек, который углубляется, который делает определенные практики, который начинает жить осознанно, осознанно изменяет все вокруг. С каких практик можно начать? Вот я просто сейчас читаю книгу Юэля Харари «21 рок для 21 века». Это израильский философ, который увлекается йогой. Он, кстати, пишет, что ему помогали занятия в Випассане, то есть он два часа в день проводил, и он рассказывает, что как раз-таки самые блестящие идеи его осеняли после этих практик. Что обычному человеку стоит делать? У нас просто очень мало времени, если можно, буквально две минутки. Смотрите, равновесие – это левая и правая нога, левый и правый канал, у нас есть два тонких канала. Это солнце и луна, это мужчина и женщина, и все это находится внутри нас. Для того, чтобы просто немножечко успокоить ум, сделайте, например, 108, закройте правую ноздрю и сделайте 108 вдохов-выдохов, 108 раз левой ноздрю, интенсивно. А потом закройте левую ноздрю и сделайте 108 интенсивных вдохов и выдохов в правой ноздрю. А потом выровняйте эти энергии и дышите 108 раз обеими ноздрями. И потом хотя бы 10 минут сидите с закрытыми глазами и успокаивайте свой ум. Безусловно, у вас не может быть два часа, например, может не быть. Но как только ваш ум успокаивается, вы расширяете пространство своего сознания, достигаете действительно равновесия. А в этом равновесии вы можете добиваться любых целей. Сила концентрации увеличивается. Концентрация, намерение, цель, желание – это одно и то же. И, в принципе, йога – это сила концентрации и сила, в принципе, которая влияет на достижение вашего результата в материальной и духовной жизни. Спасибо. Спасибо большое. У нас в гостях была мастер гималайской йоги Сатимата. Далее же, не переключайтесь с радиоблатком, у нас очень насыщенный день. В 12 часов передача «Разворот». Гостем ее станет экс-мэр Лепой Оудес Сескс. Далее в 14 часов абонент «Доступен». Гостем передачи станет переводчик англо-американской литературы Виктор Голышев. В 16 часов диагноз недели, где мы поговорим о том, что произошло на прошлой неделе с нашим несменным ведущим Ариэлем Резником Мартовым. И в 17 часов встретились, поговорили, в гости придет мэр Венспаса Айверс Лэмберкс. А, утро на Болткоме закончилось. Удачного вам дня. Спасибо. Спасибо большое.